МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дарят подарки больным детям, как бывший нападающий клуба «Зенит» Александр Киржаков. Что происходит с нашими футболистами и российским футболом? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специальный репортаж. Около футбола. Сыграл, выпил, в тюрьму. Смотрите прямо сейчас. Простить нельзя помиловать. Какое наказание должны получить Кокорин и Мамаев за свои хулиганские выходки? То, что они находятся под стражей, абсолютно логичное развитие событий, потому что они нарушили закон, неважно, кто они спортсмен или нет. Застали с проституткой. Как человек, похожий на футболиста Спартака, развлекается в сауне? Я знаю, что делать. Открывай дверь, Орик! Надо! Надо! Вот он! Из князи в грязи. Как один из самых титулованных футболистов Андрей Аршавин оказался на обочине футбола? И почему Мамаев и Кокорин могут повторить его судьбу? Их надо просто выгонять из большого спорта, потому что им там не место. Все это бросает тень, будоражит общество. Около футбола. Сыграл, выпил, в тюрьму. Представьтесь, пожалуйста. Мамаев Павел Константинович. Можете ли вы объяснить, почему вы задержаны на данный момент? По подозрению, ну, обвинение в связи с статьей 213, часть 2. Мамаев как воды в рот набрал. Куда подевался боевой задор? 8 октября 2018 года два российских футболиста Александр Кокорин и Павел Мамаев вряд ли когда-нибудь забудут. Вечер начался в одном из московских стриптиз-клубов. Гуляли на широкую ногу. Потратили аж 2,5 миллиона рублей. На что? Стоимость самого дорогого приватного танца со стриптизершей 6 тысяч рублей. Стоимость пирамиды из шампанского 30 тысяч. В прессе писали, что футболисты били в клубе посуду. Но как же нужно было повеселиться, чтобы разбить посуды на пару миллионов. Под утро двое закадычных друзей Кокорин и Мамаев зашли в кафе и устроили легкий завтрак посетителю. Еще одного мужчину они избили на улице. Вот так бурно два футболиста отметили десятилетие своей дружбы. Друзья навек. Об их нежных отношениях ходили легенды. Это люди, которые не делают выводов из тех тревожных звоночков, которые были в их жизни. Просто некоторые умеют вовремя остановиться, а некоторые нет. Но как же вышло, что два таких романтика устроили дебош на весь мир? Что это? Несчастный случай или диагноз отечественному футболу? Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем в прошлое. 1988 год. Чемпионат Европы по футболу. Место проведения ФРГ. Сборная Советского Союза с легкостью доходит до финала и, уступив голландцам, получает престижное второе место. Это были те самые золотые годы отечественного спорта, когда наши болельщики носили футболистов на руках. Через три месяца после триумфа нашей сборной ФРГ в поселке Шишкин лес Московской области на свет появится Павел Мамаев. До драки у ночного клуба остается 30 лет. Александр Кокорин родится только через три года. В 1991-м между двумя маленькими мальчиками впервые установится невидимая связь. В 90-е годы наша страна переживала не лучшие времена, а вместе с ней и российский футбол. Ни одной выдающейся победы. Наша сборная стала играть из рук вон плохо. Начало 2000-х тоже не принесло особой радости болельщикам. Перелом произошел только в 2008-м году, когда на чемпионате Европы российская сборная добралась до полуфинала и впервые в современной истории заняла третье место. Главным героем этого турнира стал нападающий Андрей Аршавин. В этом же году между юным нападающим московского «Динамо» Александром Кокориным и полузащитником ЦСКА Павлом Мамаевым завяжется дружба, о которой будут слагать легенды. До драки у ночного клуба остается 10 лет. 2009 год. Надежды болельщиков на то, что вот, наконец, в страну вернулся крутой футбол, разбиваются на мелкие осколки. Поведение российской сборной грозит грандиозным скандалом. Перед матчем со сборной Словении наши спортсмены расслабляются в одном из ночных заведений Москвы. Они пьют горячительные напитки и курят кальян. Страна в шоке от происходящего. Безусловно, если это смотрит молодежь, то у нее может ложиться превратное впечатление, что именно так и ведут себя футболисты. Что футбол – это не изнурительные тренировки, не большая психологическая ответственность, а вот такой довольно веселый образ жизни, когда у тебя много денег, и ты делаешь, что хочешь. Как рассказывали многочисленные свидетели, тот случай не был единичным. Спортсмены перед играми нередко курили, пили и развлекались с девочками. По словам работников отеля, где останавливались футболисты, спортсмены однажды даже забыли в номере одного из запасных игроков, который всю ночь играл в литрбол. Вот такие отщепенцы, ну, позволя себе такое слово сказать, ничего в этом страшного нет, моральные уроды, которые не понимают. Если тебе судьба дала такой шанс, ну, будь ты патриотом, своей командой, своей семьи, и уж тем более страны, не занимайся ты ерундой. Мамаев и Кокорин дружат уже один год. До драки у ночного клуба остается 9 лет. После инцидента с Кальяном были сделаны жесткие выводы. Футболисты перестали ходить по кабакам. Наши болельщики снова заговорили о том, что, возможно, совсем скоро мы увидим настоящий футбол. 2011 год. Александр Кокорин признан лучшим молодым футболистом России. В этом же году состоялся его долгожданный дебют. Он стал играть за сборную нашей страны. Мамаев не отстает. Он играет за столичный клуб ЦСКА и регулярно получает приглашение из штаба национальной сборной. Две восходящие футбольные звезды отмечают три года дружбы. 2012 год принес болельщикам новое разочарование. На этот раз отличился капитан сборной Андрей Аршавин. Наша команда с треском провалилась на чемпионате Европы, уступив аутсайдерам сборной Греции. Однако даже не это всех возмутило. Большой резонанс вызвало скандальное видео с главным бомбардиром сборной Андреем Аршавиным. Развалившись в кресле, он стал высокомерно объяснять, что не видит причин, по которым должен извиняться перед болельщиками за позорную игру. Вы сказали бы там, ну простите пацаны, вообще вопросов не было бы к вам. Никому. Ну с кем не бывает? Ну не шмаглая. Ну сложали. Ну слушай, я не эксперт, но вы сложали. Не оправдали ожидания. За игру. За игру. Ожидания чьи были? Ваши или нет? Нет. Ста миллионов посеянцев. Если бы не оправдали ваши ожидания, то что это ваши? Все выкладывайте на поле выкладывайте. Именно эта скандальная фраза Аршавина вызвала негодование у болельщиков. Отношение к популярному игроку стало резко негативным. Да, звездная болезнь, она к сожалению приходит. Иногда игроки демонстрируют чудеса формы, то, что раньше было недоступно никому, но очень быстро сходят с ума и не понимают, что вся их жизнь зависит исключительно и только от огромной базы фанатов. До драки у ночного клуба остается пять лет. А тем временем Александр Кокорин демонстрирует новые успехи. 2013 год. Его зарплата составляет 5 миллионов евро в год. В день это 13 тысяч евро. Зарплата Мамаева чуть скромнее. 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Смотрите далее. Как прожить на зарплату в 5 миллионов евро в год и не слететь с катушек. Вот это лавина денег, которая на них обрушивается. И что с ней делать, как быть, как себя вести, они совершенно не знают. Спорткары, шампанское за 250 тысяч евро и частные самолеты. Как прожигают жизнь наши футболисты. Участвуют в драках, плются, оскорбляются, пьют дорогие бутылки шампанского, демонстрируют неуважение к людям, которые не могут себе этого позволить. И почему одни футболисты помогают детям в хосписах и детских домах, а другие не вылезают из скандалов? Что происходит с нашим футболом? Около футбола. Сыграл, выпил, в тюрьму. Эти кадры надолго вошли в историю отечественного футбола. Нападающий лондонского арсенала Андрей Аршавин по пути в ночной клуб не смог пройти двух защитников. Знаменитого Аршавина в увеселительное заведение не пустили охранники. Он еле держался на ногах. Обиженный Аршавин устроил заварушку у клуба. Спустя всего два месяца после скандала английский клуб не стал продлевать контракт с футболистом, который шатался по кабакам. Аршавин вернулся в Россию. Здесь он тоже долго не продержался и уехал в Казахстан играть за местный клуб. Вот так, бесславно, закончилась фантастическая по взлету футбольная карьера бывшего капитана российской сборной. Влияет, безусловно, плохое поведение за пределами спортивных площадок. Влияет на твою репутацию, влияет потом на желание с тобой заключать выгодные контракты, влияет на отношение к тебе со стороны общественности. Собственно говоря, спортсмены – это те люди, которые, безусловно, зависимы от общественного мнения, потому что они играют именно для болельщиков. В справедливости ради нужно сказать, что известные российские футболисты показывали и другие примеры. 2015 год. Один из лучших российских нападающих Александр Киржаков открывает благотворительный фонд «Звезды детям». Киржаков финансирует организацию из собственных средств. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак тоже активно занимается благотворительностью. Отец восьмерых детей, он помогает детским домам. Вместе с супругой Анной он удочерил девочку-инвалида Таню. Еще один футболист, зенитовец Олег Шатов, построил в родном Нижнем Тагиле стадион стоимостью почти 15 миллионов рублей. А позже планирует открыть школу. Огромное количество спортсменов не афишируют эту информацию, делают это не для того, чтобы их хвалили или обращать на себя внимание общественности, а делают это из-за ощущения того, что если им, волей и судеб, удалось заработать деньги, то надо уметь отдавать, нужно приносить людям помощь. В моем подъезде живет один очень известный спортсмен. И я с большим удовольствием наблюдаю каждый вечер, когда он уходит на площадку, собирает детей со всего двора, играет с ними, кидает мяч, бегает. И для меня это важно, как для мамы, потому что я понимаю, что это человек, которым мы гордимся не только за его спортивные достижения, но и за его еще человеческий подход, за его ответственность перед будущим поколением страны. До драки у ночного клуба остается два года. А тем временем наша звездная парочка Кокорин и Мамаев впервые попадают в скандал. 2016 год. Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым в составе сборной России проваливают выступления на чемпионате Европы во Франции. Команда вылетает из турнира сразу после группового этапа. Но футболистов совершенно не огорчает, что они не оправдали ожидания болельщиков. Сезон они закрывают с размахом. В одном из дорогих ночных клубов в Монако звезды футбола закатывают мега-вечеринку. Посетителей клуба они угостили шампанским на 250 тысяч евро. На эти деньги можно было купить не шампанское, а все заведение. Кутили футболисты национальной сборной исключительно под огни фейерверков и под звуки гимна Российской Федерации. Друзья «Не разлей вода» Кокорин и Мамаев отметили 8 лет дружбы. После того, как видео с вечеринки попало в интернет, разразился грандиозный скандал. Кокорина переводят во второй состав «Зенита». Мамаева ожидает та же участь в Краснодаре. До драки у ночного клуба остается год. Однако это не стало им уроком. Они продолжают жить с размахом. Александр Кокорин покупает машины, как игрушки. В его автопарке модифицированный внедорожник за 75 миллионов рублей. Легковой автомобиль за 12 миллионов рублей. Спорткар стоимостью в 100 миллионов. Последней покупкой стал еще один спортивный автомобиль, стоимость которого около 30 миллионов. В 2017 году Кокорин впервые попадает в руки полицейских, как злостный нарушитель правил дорожного движения. За езду по встречной полосе его лишают прав на 4 месяца. Это дураки, которые в силу возраста еще не созрели. На них свалились огромные деньги. Они, наверное, не работали у станка, не служили многие в армии. И не знают цену денег. И поэтому я понимаю, почему в обществе не очень хорошо к ним относятся. От своего лучшего друга не отстает и Павел Мамаев. Его жена ездит на одной из самых быстрых машин мира. Бугатти Вейрон стоимостью в 150 миллионов рублей. Кроме редкого спорткара, в гараже у Мамаева стоит Рейндж Ровер стоимостью в 6 миллионов рублей. Порше Каен за 6 миллионов рублей. И Мерседес Геленваген стоимостью 10 миллионов рублей. Год 2018. На чемпионате мира наша сборная совершает настоящее чудо. Команда Станислава Черчесова впервые в новейшей истории попадает в четвертьфинал. Наши футболисты показали невероятно зрелищный футбол. Вратарь сборной Игорь Экинфеев попадает в историю мирового спорта как человек с ногой бога. Кокорин и Мамаев к этому триумфу не имеют никакого отношения. В сборную их не пригласили. Но что удивительно, это никак не отразилось на их финансовом благосостоянии. В рейтинге зарплат футболистов Кокорин занимает 8 место, Мамаев – 21. Если пересчитать на рубли, то зарплата нападающего «Зенита» составляет около миллиона в день. А у полузащитника Краснодара – 500 тысяч рублей. 8 октября 2018 года. Раннее утро. Павел Мамаев и Александр Кокорин готовятся отметить 10-летний юбилей своей дружбы. Масштаб их праздника увидит теперь вся страна. Судья, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что виноваты оба. И отправил дебоширов за решетку на два месяца. Им инкриминируют сейчас две статьи – побои и хулиганские действия. Статья 213. Максимальное наказание, скажем, за побои, максимальное до двух лет лишения свободы, хулиганские действия могут наказываться до семи лет лишения свободы. Там есть квалифицирующие признаки. Понятно, что на эти решения будет подаваться апелляция, как со стороны окружения Мамаева, так и со стороны окружения Кокорина. Но я бы не ждал для них легкой жизни. И, соответственно, клубы рассматривают возможность расторгнуть контракт. Особенно касается Краснодара. «Зенит» пока свою позицию не выдвигал на эту тему, а Краснодар, в принципе, подал заявление в Палату по разрешению споров РФС о том, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке без выпада компенсации. Как говорится, по делам горе-дружкам. Но, может, пришло время задуматься о таких инцидентах не только судебным органам. Стремление вырастить чемпиона любой ценой во всех смыслах этого слова превращается в то, что звезды-футболисты начинают забивать штрафные в собственные ворота и позорить российский футбол, который мы так любим и которым, наконец, начинаем гордиться.